Продолжение следует... 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 Следующее, мы считаем, что сегодня мусить прекратить дискуссия, которая расколет демократичный свят, обоих постачать Украине высокотехнологическую оружие или нет. Просто нужно подумать о том, что в том числе захидный демократичный свят принимал участь в раздражении Украины. Мы реально скорочили армию без гарантии. Мы реально скорочили оружие, которую владела Украина после того, как получила независимость. И если сегодня не поповнити для Украины этот ресурс высокотехнологичного оружия, мы практически нашу армию кидаем на смерть. Так не может поводиться. И мы рассчитываем на ваш голос, который будет на боце постачания Украине высокотехнологичного оружия. Потому что Путіна остановить словами лише с навали. И лише домовленостями без будь-яких гарантий механизма виконания неможливо. Просто треба его знать, он уже перейшел. Также я думаю, что этот обладающий и очень болезненный, и в конце концентрация противопродуктивной области, если Украина удерживает быть с оружием, действительно вернула. Потому что это не будет продуктивно продолжать эту дискуссию. Я уверен, что Путин будет понимать только серьезные факты на земле. Таким образом, факт о дотеренции и, в любом смысле, обладающейся, несмотря на то, что украинские качества, что мистер Путин оправданно обладает, обладающейся, обладающейся, все эти факты на земле должны быть выявлены. И Украина удерживает это, чтобы выявлены, потому что это Украина, который университет его арсенал, и на другой стороне, который гарантирует территориальную интегритность и свободу, и не дали. Поэтому, ваша позиция очень важна в том, что этот конкретный эквилибрум на санкции будет результат в последние позитивные, конструктивные акции на земле, которые включают АМС. Каждый день без оружия – это смерть Украины. Каждый день без оружия – это смерть Украины. Мы также считаем, что сейчас Украина должна негайно ратифицировать Римский статут и негайно идти к Гаакскому трибуналу. У нас есть все доказы, все документы, все факты. Есть даже фильм Путин, где он прямо визнает свою руководительную роль в аннексии Крима. Нам нужно начать процесс в Гаакском трибунале, потому что, если не начать, это свидетельствует о том, что он действует в межах международного права. Когда он перейдет все межи, то у света мусить остальный аргумент – это Международный Криминальный суд, где обязательно нужно карать за такие вещи. Потому что, когда Путин будет скрыть снова новую ревную линию, и когда он будет скрыть все ревную линию, то тогда странная коммуниция, в конце концов, будет иметь только инструмент, чтобы пресектировать его в Гаакском трибунале. И последнее, что я хотела бы сказать. Нам, не руйнуючи мюнского формата, треба створювать новые площадки переговоров. Нам треба залучать более широкое коло страны к переговорам, и я уверена, что Соединенные Штаты должны стать участниками переговоров, и причем не вкладами. Потому что, иначе, это очень расслабляет формат переговоров. И снова, я хочу сказать это очень очевидно, что мы не руйняем мюнского формата, поэтому мы должны сохранить его, но мы должны поддерживать его. И моя предложение, и моя железная, что мы должны найти способствовать привести к Соединенных Штатов в этот формат, потому что... ...погринение к Женевскому формату. Да, Женевскому формату, так называемый Женевскому формату, который существовал, но продолжается существовать, потому что это будет поддерживать нашу общую позицию. Я верю в то, что вы, так же, как и мы, осуществляем, что это не война против Украины. Я верю в то, что вы понимаете и понимаете, что это не война только против Украины. Сегодня два святогляда, две системы ценностей, жизнедеятельности. Мы все с вами по одному стороне переговоров. Мы не имеем права права в Европе. Мы на самом деле против борьбы. И если я добавляю, то есть, это, в основном, мы имеем права между Путином, vision о Нью-Ялте, что он хочет, и что остальное мира потребует, силу в Хельсинки. Таким образом, эти две вещи, это, в основном, не имеет права права. Или Путин, с агрессией, войной, диктатурой. Или Путин будет enforce его права, или мы не сможем сохранить в мире, но и на самом деле. И это не простые слова, ровно. У нас находится, за градами Надьи Сабченко, член Барламинской Асамблеи Рады, и членом Барламинской Асамблеи Рады, Надея Сапченко, behind the bars in Moskva. Сегодня она началась вторая этап голодования. Первый раз она голодала 86 дней. Мы просто получили новости, что она резюмировала, или внюдила ее hunger страйд. Первый раз, это было более 80 дней. Я просто прошу вас, чисто по-любски, включить все свои возможности на международной арене для того, чтобы вырвать эту очень мощную женщину. Она реально стоит против режима Путіна сам на самом деле. Потому что она символизирует войну в Украине, и она не нужна, чтобы чувствовать, что она alone. Пожалуйста, помоги нам, чтобы вырвать ее выхода и возвращая ее в Украину. Я очень рад, что она началась вторая этап голодования, и это действительно очень важна для ее здоровья и для ее жизни. И это будет еще одна такая ритуальная жертва Путіна. И мы не нужны новые ритуальные враги, чтобы вырвать эгою, мистер Путин. В конце концов, я верю в Украину. Я верю в мудрость демократичного света. Я верю в мудрость демократичного света. Я верю в то, что мы сможем впораться с этим надвижким выбором. И я верю в то, что мы обрадим и реальне действия. Но мы будем адекватно оценивать и реальне действия. Я верю в мудрость демократичного света. Дякую. 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 Дякую.